Мастер 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 Вы сейчас слышали отрывок из стихотворения Ломоносова «Разговор с Анакрионом». Не правда ли даже само звучание этого стихотворения кажется странным, необычным для нашего современного слуха? Странным нам представляется даже самый образ России в виде женщины, одетой в порфиру и держащей в руках скипетр, символ императорской власти. Это стихотворение написано в стиле классицизма, ведущего художественного направления в искусстве 17-18 веков. Слово «классицизм» происходит от латинского слова «classicus», что значит «образцовый». Классицизм зародился во Франции в 17 веке. 17 век. На смену феодальному хаосу, феодальному разброду приходит единое сильное государство, во главе которого стоит король Людовик XIV. Это ему принадлежит знаменитое выражение «государство – это я». В руках короля сосредоточена вся государственная абсолютная власть. Конечно, для Франции того времени это было явление прогрессивным. Идея сильного единого государства, которое воспринималось бы как воплощение разумного порядка, эта идея начинает господствовать в обществе, в философии и в искусстве того времени. Ценность человека рассматривается теперь его отношением к государству. Личная жизнь человека, его чувства рассматриваются как нечто второстепенное, как нечто такое, что должно подавляться разумом волей человека-гражданина. Чувства должны быть подавлены разумом. Так зародилась основная кардинальная идея искусства классицизма. Считая разум вершиной художественного творчества, классицисты большое значение придавали различного рода правилам, законам, нормам. Одной из обязательных норм классицизма являлось прославление короля, императора, полководца или героя, который совершает подвиги во имя славы государства. Вот трагедия Горации, французского драматурга 18 века Корнеля. Герои трагедии взяты из истории древнего Рима. Обращение к материалу античности одно из обязательных требований классицизма. В Горации и Корнеле герои четко разделены на две группы, два лагеря. Для одних родина и долг перед ней – высшая ценность жизни. Другие же защищают свое право на личное счастье. Конфликт долга и чувства – единственный конфликт трагедии. Римлянин Горации и житель соседнего государства Альбы Куриации, которые находятся в родственных отношениях, узнают о том, что они должны сойтись в смертельной схватке. Этот поединок должен решить, какому из государств владычествовать над соседом. По-разному относятся герои к своему жеребию. Куриации защищает свое право на личное счастье. Горации же не знает сомнений. Мне выбор показал, что Альпою ценим не меньше, чем тебя, надменный ценит Рим. Я буду ей служить, как ты, своей отчизне. Я тверд, но не могу забыть любви и жизни. Готов жених сестры убить, как должен брат во имя Родины, но сердце скорбью сжато. Исполнить страшный долг во мне достанет сил, но сердцу горестно, и свет ему не мил. Мне дружбы наши жаль, хоть радует награда. А если большего величия Риму надо, то я не римлянин. И потому во мне все человечное угасло не вполне. Хоть ты не римлянин, но будь достойным Рима. Пускай увидят все, что в стойкости равны мы. Нельзя готовому для подвига герою, вступив на славный путь, назад глядеть с тоскою. Кого бы не сразил за град родной землю, я с радостью слепой такую честь приемлю. И если дан тебе почетнейший приказ, все чувства прочие да сгинут в тот же час. Я муж твоей сестры иду теперь на брата, но гордой радостью душа моя объята. Закончим разговор бесцельный и пустой. Избранник Альбы, ты отныне мне чужой. В жестоком поединке Гораций убивает Куриации. Рим празднует победу. Гораций возвращается домой. Встречает его сестра Камила, невеста убитого Куриации. Дай, варвар, душу мне, подобную твоей. А правды хочешь ты, кричу с тоской и болью. Верни любимого. Не дай терзаться в волю. На веки в грозный час Простился ты с сестрой. Лишь оскорбленная невеста пред тобою. За гибель милого не перестану я Свирепой руганью преследовать тебя. О боги, злоба в ней дошла до иступления. И должен от тебя я слышать оскорбления, Которыми ты наш позоришь рот. Приветствую эту смерть, что славу нам несет. И да затмится скорби память о любимом пред римской славою. В тебе, рожденный Римом. Рим? Ненавистный враг. Виновник бед моих. Рим, жертвой Коева, погиб мой милый. Мой жених. Рим, за который ты так счастлив был сразиться. Кляну его за то, что он тобой гордится. Покуда мощь его не так еще сильна, Пускай соседние воспрянут племена. И пусть надвинутся враждой к нему горя Народы всей земли через горы и моря. Довольно. Разума не заглушит терпенье. Ваиде, расточай о милом сожалении. Гораций в бешенстве убивает сестру, которую он считает изменницей. По закону он должен быть казнен. Этого требует римлянин Валерий, влюбленный в Камилу. Отец Гораций и Камилы выступает в защиту молодого Горация. Спор разрешает царь Тул. Ты, царь, отечество надежда и оплот. От ярости его спаси же свой народ. Я умолять мог, чтоб царь взглянул сейчас На подвиг редкостный славнейшего из нас. И он увидел бы, как местью пламенея Из раны хлещет кровь перед лицом злодея. Он содрогнулся бы в ужасный этот миг, взглянув на хладный труп, на юный нежный лик. И чтоб небесный гнев не пал теперь на нас, Отмсти ему богов немилости страшас. Пускай Валерий и остынет пыл напрасный. Не преступление порыв слепой и страстный Врагов родной страны любить до иступления. Отечество хурить за их уничтожение, Кощунственно сулить ему худой удел. Вот грех, которого Гораций не стерпел. Когда бы родину любил он с меньшей силой, Его деяние ничто б не омрачило. Убийцу страшного не охранит закон. Казни по суду заслуживает он. Но если пристальный вглядеться, кто виновный, Придется нам признать чудовищный, Греховный проступок той рукой безумно совершен, Что сделала меня владыкой двух племен. Не всем дано свершать высокие дела, Чтобы ими вся страна опору обрела. Уменье славное крепить основы трона Немногим высшие судили благосклонно. Царея плод и мощь в решительные дни, Закону общему подвластны ли они? Живи, герой, живи, ты заслужил прощения. В лучах твоих побед бледнеют преступления, Причины доблестные последствия. Оно священной ревностью твоей порождено. Таким образом, государственное начало, начало разума, Полностью одерживает победу над личной. Это разумное начало пронизывает и всю композицию трагедии. Герои трагедии, защищающие противоположные точки зрения, Расставлены симметрично, а увенчивают трагедию фигура царя, Воплощающего государственное начало. То же разумное симметричное начало присутствует и в живописных полотнах художников классицизма. В картинах всегда есть строго обозначенный центр. Правые и левые стороны полотен всегда уравновешивают друг друга. Если справа одна группа людей, то и слева обязательно будет точно такая же группа. Таковы основные, существеннейшие черты эстетики классицизма. Теперь нам понятно, почему в стихотворении Ломоносова «Разговор с анокрионом», Которое вы слышали в начале нашей передачи, Россия выступает в образе русской императрицы со скипетром в руках. Она воплощает власть, государственное начало. Русский классицизм тесно связан с развитием государственности. Одной из распространенных идей русского классицизма является идея просвещенного монархизма. Согласно этой идее царь, идеальный просвещенный монарх, должен встать и над личными интересами, и над личным чистолюбием. Превыше всего он должен ставить интересы государства, он должен окружать себя людьми замечательными не только знатностью или титулами, а теми, кто заботится о нуждах государства, своего отечества, учеными, просвещенными дворянами, выдающимися полководцами. В России таким царем был царь Петр I. Петр царь, но в то же время он активный труженик, он преобразовывает свое отечество, просвещает Россию, направляет ее на путь бурного развития. Образ Петра стал в какой-то мере для русских поэтов классицизма идеалом. Все образ и своя немудрого героя, что ради подданных, лишив себя покоя, последний принял чин и царствою служил, свои законы сам примером утвердил. Рожденный к скипетру простер работу руки, монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки. Когда он строил град, сносил труды в войнах, в землях далеких был и странствовал в морях, художников сбирал и обучал солдатов, домашних побеждал и внешних супостатов. И словом все есть Петр, Отечество Отец, земное божество Россия почитает, и столько алтарей пред зраком сим пылает, коль много есть ему обязанных сердец. Это было стихотворение Ломоносова, надпись к статуе Петра Великого. Герой Ломоносова царь-труженик, царь-ученый-плотник выступает здесь в облике идеального героя. Не надо думать, что Петр Ломоносова соответствует историческому подлинному Петру. Конечно, нет. Это идеал просвещенного монарха. Государь, каким он должен быть по представлениям русских классицистов. Гражданственность, страстная забота о развитии русского государства была основной чертой русского классицизма. Такая же заинтересованность в судьбе России звучит и в одах Ломоносова. Оды – это стихотворения, которые писались по поводу какого-нибудь события придворной жизни. Ломоносов прославлял в своих одах восшествие той или иной императрицы на престол. Но это были только внешние поводы для его од. Подлинным, высоким содержанием его произведений была мечта о расцвете русской науки и культуры. О том, чтобы Россия выдвинула своих поэтов, своих ученых, которые явились бы образцом для мировой культуры. Современником Ломоносова был поэт Сумароков, автор многочисленных трагедий и стихов. Трагедии Сумарокова были первыми трагедиями в России. Сумароков остается в них верен нормам и правилам классицизма. Но эти правила он применяет не к античному, а русскому историческому содержанию. Герои его трагедии носят уже имена русских князей и бояр. Основным конфликтом в трагедиях Сумарокова, как и в трагедиях всего классицизма, является конфликт долга и страсти. Вот трагедия Сумарокова, Сенав и Трувор. Герои трагедии, их язык, их поведение, может быть, покажутся вам наивными, надуманными, неправдоподобными. Но такова трагедия тех времен. Таковы были требования, предъявляемые нормами классицизма. Новгородский боярин решает выдать свою дочь Ильмену за князя Синава. Ильмена любит брата Синава, Трувора, так же, как и он ее. Синава, узнав об этой любви, решает сослать Трувора. И вот последняя встреча влюбленных. Вступает в силу конфликт любви и долга. Должности, как называют его герои. Сиели наши горячности плоды. Почимся отвратить толь лютные беды. Доколе время всей надежды не скончало, которая наше все веселье умчала. В сей крайности мой князь. Толь пламенно любя. Чего б не сделала Ильмена для тебя. Но я спасения ни в чем себе не вижу. И все в отчаянии на свете ненавижу. Ты слышала? Сей день назначен мой отъезд. Лишаюсь навек я сих приятных мест. Глаза покажут мне стези моей дороги. И буду жить я там, где мне прикажут боги. Коль не гнушаешься быть странник и женой. Коль любишь ты меня. Расстанься с сей страной. Моё прибежище стена не одни. О мой несносный рок. О горестные дни. Не огорчаемую любовную судьбою. В уединении. В убожестве с тобою. Со всей охотой упокойно б я жила. И младость бы свою в веселье провела. Но пред родителем как буду я прислушна. Каков родитель мой. Так я великодушна. Я знаю, что мне брак противный приключит. Но с должностью меня ничто не разлучит. Я зрю, что ты одно суровство только чтишь. И долгом то зовёшь, что ты меня губишь. То ложно, что себя ты онами бесславишь, Когда любовника мучения избавишь. Сию имей мысли, родитель твой свиреп. Кто любит, тот всегда в своём рассудке слеп. А мне с младенчества отцом моим вперенно. Чтоб сердце было в век рассудку покоренно. Смягчись, дрожайшая. Отвергни право люты. И помни, что сии последние минуты. К отвращению бед нам дороги теперь. Я помню только то, что я герою тщерь. Трагедия кончается гибелью обоих влюблённых. Но их гибели предшествует полная победа Долгой гражданственности любящих Над их недозволенной страстью. Это и есть основной конфликт классицизма. Конфликт долга и страсти. Нужно сказать, что классицизм имел строго разработанную теорию, Которой должны были подчиняться все писатели и художники. Во Франции эту теорию разработал и выразил В своей книге поэтическое искусство Буало. В России теория классицизма, в частности теория трагедии, Была разработана Сумароковым. Сумароков классицист и в теории, и на практике. В своей трагедии он верен Обязательному для классицизма правилу трёх единств. Единство действия, времени и места. Правило единства действия предписывало, Чтобы действие включало историю только одного конфликта. Одного столкновения. В трагедии Синаф и Трувор, как мы видели, только один конфликт. Это столкновение долга и чувства влюблённых. Вот как сам Сумароков говорит о правиле единства действия В своём стихотворном теоретическом труде Наставления, хотящим быть писателями. Не представляй двух действий своих на смеси дум. Смотритель, то есть зритель, к одному тогда направит ум. Согласно правилу единства времени, События в трагедии должны были происходить в течение суток. И не более. В трагедии Синаф и Трувор всё действие укладывается в 24 часа. А если, например, какое-нибудь событие длилось три года, То показывать такое событие в трагедии запрещалось. Сумароков так пишет об этом. Не тщись моих глаза различием прельстить, И бытие трех лет во три часа вместить. Третье правило – это единство места. Согласно этому правилу, действие должно происходить в одном городе, В одном доме, а лучше всего – в одной комнате. В трагедии Синаф и Трувор всё действие происходит в одном месте – В доме новгородского боярина Гостомысла. Переносить место действия из одного города в другой, Например, из Рима в Москву, было запрещено. «Не сделай трудности и местом мне своим, Чтоб я зря театр твой, имеющий за Рим, В Москву не полетел, а из Москвы к Пекину». Конечно, трагедии у Сумарокова не были вершиной трагического творчества. Однако в его трагедиях живёт характерный для русского классицизма Дух подлинной общественной заинтересованности в судьбах страны. Какими бы искусственными не были художественные формы и правила творчества, Русских классицистов всегда связано с интересами русского общества, Русского государства. Портретная живопись русского классицизма. Здесь мы тоже видим стремление выразить общественное положение человека, Выразить то, что имеет отношение к государственной жизни. Сами герои – императоры, вельможи, полководцы. Большое значение придаётся внешнему облику, Величественные позы во взгляде сознания достоинства и силы, Мундиры, ординар, знаки государственного достоинства – Всё это выполнено тщательно и кропотливо. Внутренняя духовная жизнь изображаемых людей остаётся где-то на втором плане. Для художников классицизма она не имеет значения. Вот портрет самого крупного поэта русского классицизма Гаврила Романовича Держаева. Величественная осанка, твёрдость и ясность взгляда, ордена, значительность жеста – Всё это должно представить поэта как певца русской славы, русского государства. А это тоже Державин, но написан он по-другому. Вместо прежней чёткости и ясности рисунка – какая-то недоговорённость, размытость. На первом плане уже внутренняя человеческая – душа и сердце поэта. Этот портрет принадлежит уже к новому методу и новому стилю в русской литературе и искусстве. Стилю, который шёл на смену классицизму. Да и в самом творчестве Державина уже намечались новые пути. Это уже начало перехода к новому направлению. С одной стороны, Державин – ярко выраженный поэт классицизму, прославленный певец века Екатерины. В своих торжественных ходах он прославлял победы русской монархии, прославлял полководцев, вельмож и, прежде всего, конечно, самую императрицу Екатерину. Спустил седой ол борея с цепей чугунных из пещер. Ужасное крыле расширя махнул по свету богатырь, погнал стадами воздух синий, сгустил туманы в облака. Давнул и облака расселись, Пустился дождь и вошумел. Ушёл олень над тундрым вшистый, И в логовище лег медведь. По сёлам нимфы голосисты Пристали хороводы петь. Дымятся синим дымом домы, Поспешно едет путник в путь. Небесный Марс оставил громы И лег в туманы отдохнуть. Российский только Марс Потёмкин Не ужасается зимы. По развивающим знамёнам Полков, вводимых им орёл, Над древним царством Метридата Летает и темнит луну. Под звучным крил его мельканьем То чёрн, то бледн, то рдянов ксин. Огонь в волнах неугасимый На чаковские стены жрет. Под ними роз непобедимый И в мраз зеленой лавры жнет. Седые бури презирает, На рвы, на льды, на гром летит. В водах и в пламя помышляет Или умрёт, или победит. Мужайтесь, розки, ахиллесы, Богини северной сыны, Хотя вы в стикс не погружались, Но вы бессмертны по делам. На вас всех мысль, На вас всех взоры, Дерзайте ваших вслед отцов. Здесь Державин выступает как ярко выраженный поэт классицизм. Но у него появляются уже и другие мотивы. Это отголоски его личной жизни, Жизни его души. В своей поэзии он создаёт лирический образ своей жены, Образ далёкий от пышности и торжественности классицистов. Она дана в окружении домашних, Подробно обрисована обстановка дома, В стихотворение попадает даже любимый кот. «Когда ж назад ты возвратишься, Весельем ты наполнишь дом, И сарфу навек простишься С мурзой, милордом и котом? Пожалуй, возвратись скорее, Приятно возврати часы, И Дашу сделай веселее, И почеши мурзе усы». Даже в самые торжественные оды Державина Вкрадываются мотивы его личной жизни, Картина семейного счастья. Например, в «Оде», Отрывок из которой вы слышали, Осень во время осады Очакова, Воспевая победу русского оружия, Марса, Потёмкина, Екатерину, Матерь России, Твёрдого роса, Русского воина, Державин тут же обращается Князю Голицыну, Одному из генералов русской армии. Он приглашает его скорее вернуться В свой дом с оливой мира, Ибо супруга Голицына Тоскует о нём. Здесь и тут совершенно Никогда не встречающиеся В классической «Оде» стихи. «Твоя супруга златовласа Пленила сердцем и лицом, Давно желанного ждёт гласа, Когда ты к ней приидешь в дом». И дальше в кругозор поэта Попадают предметы домашнего обихода, Обстановки дома, В котором сидит златовласая Супруга Голицына. Спеши, супруг, Супруги верны, Обрадуй ты, утешь её, Она задумчива, печальна, В простой одежде. Русские берёзы и ели, Русские соловьи, Поля, Русские крестьяне Выступают в его поэмах, В его поэзии, Без обязательных античных масок. Всё это своё, ежедневно, Искренне, В его стихах приподнято И апоэтизировано Чувством любви, Нежности, ласковой, Иронии чувствительного сердца. Это уже Знаменует собой Переход к новому Литературному направлению. Сентиментализм. Но об этом В нашей следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok